Ереван, Касимов, Нижний Новгород, Самара. Речь молодого человека изобилует названиями городов. Как в этот перечень попал Нижнекамск, объяснить толком не может, твердит одно. Нужно проведать маму, которая живет в Рязанской области, в доме инвалидов. Приютившим его сотрудникам больницы и рассказ, и сам парень показались странными. Для меня он странный. Не ясно, что к чему ведет он этот разговор. Вот решили к вам обратиться, а дальше, может, что вы посоветуете. Между тем, на вопросы парень отвечает вполне связно. Армянин зовут Георгий Акопян, 28 лет. Родители давно в разводе, отец живет в Ереване. Да и на бомжа он не похож, одет хорошо, хоть и не по погоде. А вот денег и документов при нем нет. В Касимове, когда мама с папой вместе жили, у них была временная регистрация, значит, у меня. У меня тогда было 4 года всего. И это как было, к моему 14-летию, когда я должен был первый паспорт получить. С весу рождения оригинал потерялся, а без него, говорят, не получается. То есть у вас никогда паспорта не было, что ли? Вообще не было. Вы маму хотите сейчас навестить, я так поняла? Да. А жить-то вы где будете? Вот не знаю где. Ну а жили-то до этого вы где? С отцом. До этого. С отцом? Да, с отцом я жил. А он уехал в Армению? Да. И вас оставил здесь? Да. Разобраться в ситуации мы пригласили сотрудников миграционной службы. Пока их ждали, Георгий потерял сознание. Молодой человек хочет потерять сознание. Ничего мы с ним не делали. Миграционная служба, полиция и скорая помощь прибыли практически одновременно. Установку личности отложили до лучших времен. На носилках парня отвезли в отделение неврологии. Нам надо сначала опознать личность, то есть уточнить, кто в данном случае он является. Действительно он является иностранным гражданином. Его, то есть пребывание, основание пребывания, законность пребывания данного иностранного гражданина. Дальнейшие меры применения данного иностранного гражданина. Если же он незаконно пребывает здесь, то вплоть до дворя не будем оформлять. Если, когда человек подойдет, уже в нормальное состояние. Вы сейчас с ним просто? Да, я с ним сейчас поеду. Вскоре сотрудники миграционной службы сообщили, что это был голодный обморок. Установили они и то, что на территории России парень находится на законных основаниях. Нашли его отца. Как выяснилось, он живет не в Армении, а в Нижнем Новгороде. С его слов, сын не совсем здоров. Уже к вечеру Георгия отправили к отцу. Билет до дома ему купили земляки из Нижнекамского армянского общества. Наталья Лошникова, Евгений Лызаев. Новости НТР.